Добрый вечер! Сегодня мы будем говорить о театре. Тема моей лекции называется «Жестокий театр. Как практическое исследование иммажинера». Как многим известно, во многих западных странах последователями Жильбера Дюрана были основаны центры исследований воображения. Теперь такой центр есть и у нас в России, но его от всех уже существующих отличает наличие мистериального философского театра. Наш театр представляет собой поле теоргических иллюстраций. Тема театра сейчас актуальна как никогда, поскольку 9 мая творческие личности Евразийского союза молодежи представили пять театральных постановок в подмосковном пансионате «Звенигород». И в тот же день Александр Гелевич Дугин объявил о создании лаборатории исследования воображения. «Финис Мунди. Конец света» уже сама эта тема говорит о том, что каждый спектакль должен нести в себе элемент сакральной жестокости. Жестокости как космической непреложности, как понимал ее Антонин Арто. Актер жестокого театра, то есть антропологический траект наравне с самим театром, распят между миром богов и миром людей. Он представляет собой имажинер – воображаемое, воображающее и воображение. Как поле теорргических операций театр имеет триодическую структуру. Театр внутренний, то есть актер как алхимический тигль, который осуществляет радикальные опыты, он есть воображающее. Театр внешний, то есть сценическое пространство – это воображаемое. И, наконец, между ними располагается имажинер или воображение, как то, что есть, и то, что первично. Зритель, отождествляясь с актером-проводником, театральным понтификом, с латинского «pantifex» означает «строитель мостов». Этот актер становится сопричастным миру метафизических образов, называемыми «mundus immaginalis». В основе театральной практики Антонина Арто лежит принцип разрушения формы, как она есть, снятие личностного начала, что находит свои истоки в восточной концепции пустоты – шунья или шуньяты – пустотности. Тут очень важно не воспринимать пустоту как физический вакуум. Шунья – довольно сложная концепция. Она есть та пустота, то состояние, в котором не происходит переживания каких-либо объектов. Собственно говоря, это и есть отсутствие объектов, отсутствие объективного сущего. Так понимают термин шунья в кашмирском шиваизме. В буддизме Махаяны пустота является психическим состоянием, снимающим противопоставление бытия и небытия, реального и нереального. По отношению к истинной реальности шунья представляет собой коннотат абсолюта. Интересно отметить, что в редких случаях под этим термином понимают стремление того или иного существа выйти за пределы феноменального мира, то есть осуществить акт трансгрессии. Форма – это то, что подвержено разрушению, а значит находится во власти времени и во власти смерти. Арто ставил перед собой задачу уничтожить эту форму, ибо любая форма есть враг, как смерть и время есть враг для дневного режима воображения. От разрушения формы Арто шел не только к волевому преодолению границ материального плана. Теоретик жестокого театра делал шаг от Диурна к драматическому или синтетическому Ноктюрну. В ритмическом жестоком танго он порождал связь между всеми противоположностями, но избегая отождествления субъекта с объектом, света с тьмой и так далее, которые свойственны мистическому Ноктюрну. Жестокий театр требует от зрителя внутреннего соучастия. Так, маленькие технические неполадки. Хорошо, значит, мы сегодня обойдемся без видеороликов, к сожалению. Жестокий театр требует от зрителя внутреннего соучастия. Цитата. Мы разыгрываем собственную жизнь в спектакле, идущем на сцене. Если у нас не будет достаточно ясного и глубокого ощущения, что какая-то частица нашей сокровенной жизни задействована там, внутри, мы не станем продолжать наш опыт. Приходящий к нам зритель должен знать, что ему предстоит претерпеть настоящую операцию, опасную не только для его ума, но и для его чувств и плоти. Зритель должен быть уверен, что мы способны заставить его закричать. Актёр жестокого театра, театра, отвергающего банальную имитацию жизни, иными словами, театра, не желающего быть всего лишь симулякром жизни, а театра как подлинной реальности, этот актёр подобен поэту-изгнанникому, брошенному в некое между, как Мартин Хайдегер писал о поэте Гильдерлине. Артони интересовала та реальность, что углажает взор двуногого большинства, навевая гипнотический сон и неустанно программируя спящих. Постижение реальности, которая сама по себе заведомо лишена духовной перспективы, является для субъективного начала ненужным бременем, вспоминаются слова Гейдара Джемаля. Что в таком случае говорить о том, каким бременем она становится для антропологического проекта? В промежуточной точке феноменального мира, в смерти, заключившей пакт с временем, и театра жестокости, или мажинера, рождается спектакль, который обретает статус фатальной неизбежности. Идея театра по Арто может иметь смысл лишь в своей магической связи с реальностью и риском, предельной опасностью. Арто видел необходимость в создании метафизики слова, жеста и выражения. Его внимание было направлено на концепции космического порядка, то есть на идеи становления, сотворения, становления и разрушения. Слова, а также жесты, должны стать заклинаниями. Спектакль, ритуал. Театр способен быть троектом, находящимся между миром богов и миром людей, если он предъявит зрителю неоспоримые свидетельства его собственных грез и сновидений, где тяга к преступлению, эротические кошмары, зверства и химеры, несбыточные представления о жизни и мире, даже позывы к каннибализму вырвутся наружу, уже не в мирном иллюзорном плане, но из глубины его собственного бытия, так считал Антонин Артон. Лишь при соблюдении этих условий мы вообще можем говорить о праве театра на воображение, наиможене. Место человека, основатель жестокого театра, определял как нахождение между сном и событиями реальной жизни. Человека как антропологического троекта. Возникновение нового театрального языка Антонин Артон связывал с режиссурой как таковой, где режиссер понимается как единый творец, на которого падает двойная ответственность и за спектакль, из-за развития самого действия. Словом, здесь исчезает резкое разделение на режиссера и автора. Мы имеем целостную фигуру, которая осуществляет демиургическую работу. Артон, видевший истинную цель театра в создании мифов, сосредоточивал свое внимание на индийской, иудейской, иранской, мексиканской и других космогониях, черпая вдохновение в древних текстах. Он отказывал в звании создателя всякому, кто лишен непосредственного руководства сценой. Режиссер был центром, был богом. Здесь мы можем вспомнить известную фразу режиссера Дэвида Линча. Режиссер – это хозяин. «Весь древний театр был битвой с судьбой», – пишет Арто в своей работе «Человек против судьбы». Это диур – дневной режим иммажинера. Вадим Максимов, автор книги «Эстетический феномен» Антонина Арто, кстати, всем рекомендую, заключает, что посредством реализации архетипического уровня сознания происходит рождение сверхчеловека. Тотальное освобождение от личности позволяет троекту, а именно актеру, превратиться в своего двойника. Итак, двойник – это одна из фундаментальных, ключевых концепций Антонина Арто. Если рассматривать личность в ее трасседентальном измерении, то есть как унус амбу в своей структуре, то двойника Арто можно соотнести со световым человеком и обнаружить глубинную связь с ликом, который в Сухроварде обозначал термином «совершенная природа», и который выступает у Нажима Кубра как личный духовный вожатый, горний свидетель Солнца высшего познания. Андрей Карбен говорит о совершенной природе, как о лике света, образе и зерцале, в которых мистик созерцает теофанию в форме соответствующего собственному существу. В книге «Световой человек» в иранском суфизме Карбен пишет, что все существа имеют свой лик архетип – небесное альтер-эго, которое порой вступает в какие-либо взаимоотношения со своим земным двойником. Мундус имагиналис – промежуточный мир, находящийся между божественным и человеческим. Это место встречи человека и Бога. В суфизме, в частности, в школе Ибн-Араби, существует специальный термин для обозначения мундус имагиналис – это «Алам аль-Хаял». В неозорострийском плотанизме Сухроварде «Мундус имагиналис», известный как «Алам аль-Мисал», также называется «Небесной землей Хуркалью» – миром, принадлежащим плану ангелологии. Мы способны обрести подлинное знание, знание, которое Анри Карбен представлял как антологическое озарение, усвоение таких объектов изнутри себя, или, вернее, от существа более высокого уровня, чем мы. Это знание мы можем получить только при встрече с упомянутым существом, только в «Мундус имагиналис» в мире образов архетипов. По сути, вся театральная практика Антанина Арто была неким обещанием этой встречи. Двойник – фундаментальная концепция, лежащая в основе жестокого театра, является тем световым человеком, о котором мы читаем у Анри Карбена. Арто жаждал проникновения в «Мундус имагиналис», потому как хорошо понимал, что не будь этого промежуточного мира, божественное и человеческое, никогда бы не смогли встретиться. И тот мучительный разрыв, который мы наблюдаем в нынешнюю эпоху, в эпоху постмодерна, когда, говоря словами Готфрида, Бенна, человека, обесславил слово и бескровел миф, этот разрыв стал причиной того, что духовная пустыня настолько расширилась, что каждый из нас оказался жестоко вырван из первоистока своего бытия и утратил связь с миром образов архетипов. Ницшанский Бог умер как никогда актуально, но не значит ли это, что вслед за Богом умер человек? Этот вопрос едва ли требует ответа. Но вернуть человека к жизни можно. И есть один способ. Необходимо пробудить в нем тот духовный орган, который позволит вновь воспринимать нам «Мундус имагиналис». Слово «орган» здесь следовало бы заменить на более соответствующие, поэтому я обращусь к обозначению, которое часто употреблял Рене Генон, а именно интеллектуальная интуиция. Это позволит образовать связь между миром божественным и миром человеческим, который она не утрачена. Мы предлагаем воспринимать театр как одну из таких возможностей пробуждения. Для арто театр был ничем иным, как живой метафизикой, хранилищем энергии, образованным мифами, иными словами, самим имажинером. Но возродить человека не означает вернуть к жизни бездыханный труп, организуя вечное возвращение одного и того же. Рождается световой человек, прорываясь сквозь тленную скорлупу земного Адама, через низменное человеческое, которое арту в одной из своих статей сравнивает с падалью. Рене Генон писал, что там, где не признается интеллектуальная интуиция, не может быть никакой метафизики. Око познания, интеллектуальную интуицию ни в коем случае не следует путать с обыкновенной интуицией, связанной с чувственной и субрациональной сферой. Для того, чтобы приблизиться к пониманию Антонина Арто, строго необходимо внести ясность в отношении двух концептов тени и двойника. Сам Арто был склонен к их отождествлению и результат его лабиринтальных блужданий нам печально известен. Я полагаю, что мы можем говорить о двойнике как о неком масте, ведущем к солнцу высшего познания, к духовному вожатому, к ангелу, наконец, к самой интеллектуальной интуиции. В таком случае мы можем прийти к выводу, что если двойник открывает ангелический путь, то тень, будучи мостом к другой инстанции, мы назовем ее темным дублем, она является собой путь демонический, и оба этих пути пролегают во тьме. Но не будем забывать о двух аспектах тьмы, ибо помимо тьмы материи есть сияющая темнота, черный свет, божественная ночь сверхбытия. Тень есть то, что сколывает, удерживает светового человека в плену, в плену материи, в плену формы. Чтобы быть, тень должна объять с собой форму, которая ее отбросит. Двойник – это свет сверхсознания, исходящий из тьмы подсознательной, именно поэтому Марто придавал огромное значение и акцентировал внимание на воздействии на бессознательные зрители. Становится все более очевидным, что сегодня нам нужны совершенно другие актерские техники и другой – подход к сценическому искусству. Актер или антропологический троек из жестокого театра должен освободиться от личностного начала и посредством духовной перцепции открыть в себе трансцендентные измерения. Арто нередко употреблял египетское обозначение двойника – Ка. Версий о том, что же представляло собой Ка, среди египтологов, очень много, но я выделю самые известные. Прежде всего, это гипотеза Маспера, согласно которой речь шла о дубле. Точной копии человека. Этот дубль был материальным, он состоял из несколько более тонкой субстанции, нежели сам физический человек. И Маспера считал, что к таким дублям мы вправе отнести, например, статуи. Другой исследователь, Штайндорф, назвал Ка защитником человека – гениус. Для Альтен Мюллера Ка была жизненной силой и также причислялась к духам защитником. Для египтян сам мир мертвых был миром двойника или миром теней. В свете артодианских размышлений это говорит о многом. В статье «Чувственный атлетизм» Арто пишет о Ка, как о вечном призраке, излучающем силы чувственности. Интересна также взаимосвязь между Ка и концепцией имени. Когда актер играет какую-либо роль, он вынужден на какое-то время принять иное имя. Он превращается в форму, в сосуд для принятия определенной силы. Что при этом происходит с его тенью? Поглощается ли эта тень другой? Скажем, если некто играет булгаковского Воланда, то не бывает ли изгнана его тень, при условии, что ему вообще удалось ее вызвать? И замещена более могущественной, а именно той, что репрезентирует самого Воланда. Всем известна история с проклятыми ролями. Актеры, игравшие Ивана Грозного, редко внезапно умирали. Наталья Варлей, сыгравшая ведьмой в фильме Ви, вынуждена была на долгие годы погрузиться в некое тяжелое инфернальное состояние, отказаться от съемок на огромное количество времени. Не задумывался ли кто-нибудь, что существует роли, играя которой в тот самый миг, когда поднимается занавес, актер оказывается полем битвы. Битва двух теней. Его собственное, то, что было вызвано из промежуточного мира. Мундус и Магиналис. И тяжелые последствия являются признаками того, что победила как раз последняя. Часто цитирую известные слова Антонина Арто, как всякая магическая культура, выразившаяся в соответствующих иероглифах. Истинный театр тоже отбрасывает свою тень. При этом люди, цитируя эти слова, не придают значение заключительной фразе. Она звучит так. Только в театре единственным из всех искусств живут тени, разорвавшие свои границы и, можно сказать, не терпевшие их с самого начала. Арто утверждал, что пространство заполнено целиком, заполнено тенями. В сакральном пространстве театра антропологический проект находится в окружении неких сил, для которых не играет особой роли. Замечает ли кто-либо их присутствие? Но перед актером жестокого театра стоит задача назвать тень по имени и подчинить ее своему контролю. Тогда человек станет бесстрашным владыкой того, что еще не существует, и поможет ему обрести существование. Арто взывал к иному, с той же силы, с какой огонь испепеляет формы, добираясь до пустотной черноты их невесомого пепла. Основатель театра жестокости искал иероглифический жест, тот жест, который мы можем обнаружить в ритуальном танце темноты, известном как Бутто. Бутто – это речь до слов, слово до слова. Тело и дух Бутто не существуют раздельно. Философия этого танца, а вернее сказать, формы, предшествующей танцу, неразрывно связана с эзотерическим буддизмом. Тело актера, танцора Бутто, представляет собой сосуд, который следует опустошить, освободить от личностного начала, дабы сделать его вместилищем некой силы. «Вы должны убить ваше тело, чтобы построить сознательное тело, и это будет моментом свободы», учит Ака и Мару. Развитие Бутто приходится на конец 50-х годов. Изначально ритуальный танец темноты был направлен против реакционной Японии под американским управлением. Вдохновителями Бутто были Антонин Арто, Латриамон, Маркиз де Сад. Теоретической основой можно назвать опять-таки театральную концепцию Антонина Арто и наработки Хиджиката и Кацуо, ставших создателями перформанса с опорой на песни Мальдорора графа Латриамона. В Бутто мы встречаем отсутствие формы личностного начала, что роднит танец темноты с театральными концепциями Арто. Известный хореограф Минтонако рассказывает о методе обучения мастера Хиджиката следующее. Он использовал приблизительно тысячи образов природы для работы с телом. И я должен был помнить каждый. Каждый день он изменял порядок движений. Образы, такие элементы, как ветер и свет, он использовал, чтобы выразить неформу вдохновения. Движения были естественны. В хореографии не было личности. На мистический ноктюр здесь указывает наличие концепции недвойственности, прежде всего тела духа. Но также любопытно рассмотреть психосоматическую систему Токиучи. В ее основе лежит утверждение, что тело и слово представляют собой неразрывное целое, которое ни в коем случае нельзя разделить на два элемента. Токиучи употребляет обозначение карада-то-катоба, что означает тело-слова как единое существо. То есть идея единения, которую мы здесь встречаем, ясно указывает на мистический ноктюр. Кроме того, полное отсутствие прыжков в танце, направленность тела движений к земле, сведенная на нет динамика, ориентированность на мирское пребывание в бытии и говорят нам о мистическом ноктюрне. В Буто нет танцора и пространства по отдельности, сам танцор становится пространством. Вспоминаются слова Мина Танаки, я не танцую в пространстве, я есть пространство. В Буто также нет смерти. Мастер Хиджиката сравнивал Буто с кадавром, который ценой любых страданий стремился выпрямиться, мертвое тело способное танцевать. И однако у Буто мы можем обнаружить и следы диурно, а именно в отношении танцора Буто к времени. Танец темноты должен прерывать, останавливать время. Великий мастер Хиджиката учил, что мы можем обрести Буто, соприкасаясь со своей тенью. Тень – это еще одна важная концепция театральной системы Антонида Арто. По его мнению, тень отбрасывает любой истинный образ. Но как только художник, творя образ, начинает думать, что он должен выпустить тень на волю, иначе ее существование лишит его покоя. В тот самый момент искусство гибнет. Арто считал, что подлинный театр имеет свою тень. Тень есть и у театра, и у антропологического проекта, то есть актера. Я хочу задать два важных, очень сложных вопроса, и не прошу вас искать на них ответ прямо сейчас. Что есть тень воображения? Что есть тень Мажинера? И второй важный вопрос. Имеет ли антропологический проект дубль? На эти вопросы еще предстоит найти ответы. Существует большая вероятность того, что мы смешаем две концепции, двойника и тени, перестав делать различия. Этого не удалось избежать даже самому Антонину Арто. Тень есть там, где признается наличие формы. Двойник же возникает вне зависимости от формы, ибо исток его вне миротворения. Антропологический проект жестокого театра не говорит на обыденном человеческом языке, ибо знает язык огня. Огонь, как источник света, позволяет тени быть. Чтобы возник двойник, язык огня должен испепелить форму. Декирико тоже шел к разрушению форм. Но разрушая старый, он тут же созидал новые причудливые формы. Его персонажи никогда не умирали, только потому, что никогда не были рождены. Они составлены из фрагментов. Они не есть слова, ставшие плотью. Они молчание вещи. Декирико показал, насколько несовершено творение Демиурга. Это относится к тем его полотнам, на которых художник запечатлел безликих фрагментарных людей, не способных чувствовать. Кирико поэт не времени, он поэт пространства. Артоп предлагал излечить болезнь мира жестокостью, а именно с сожжением мира, приданием его очистительному огню, что я как режиссер сделала в своей постановке, названной «Концом иллюзии». В дневном режиме, режиме Диурна, тень представляет собой другого, смерть, а значит воспринимается как враг. Нужно отметить, что тень, отождествляясь с ночным режимом Ноктюрном, порождает раскол внутри Диурна. В мистическом Ноктюрне тень есть ночь, сам Ноктюр. Здесь исчезает всякая двойственность. В драматическом Ноктюрне тень скорее танцор, подобный Натараджи. Именно так воспринимает тень Арто, кружась с ней в космическом танце, разрушающем вселенные. Можно сказать, что театральная система Антонина Арто была направлена на освобождение светового человека, заключенного во тьме. В трудах, уже упоминаемого мною Анри Карбена, мы сталкиваемся с совершенно иной антропологией. Итак, есть земной человек Адам, который пребывает во власти элементов, и есть его противоположность. Духовный человек или световой, как его именуют в иранском супризме. Духовный человек есть фос. С греческого фос означает свет, но также имеет другие значения. Человек – индивид. Карбен предлагает воспринимать его как архетип людей света. Мыслитель ассоциирует его с Прометеем. Прометей направляется на восток, откуда приходит свет. Мы не должны полагать, что речь идет о географическом востоке, потому что здесь говорится о родине чистого света. Суфии учат, что фос не может быть в союзе с земным Адамом, потому что свет не соприкасается с дьявольской тьмой. И сегизия света – это Прометей фос, его вожатый, сын Божий. Арто, мечтавший о теле без органов и предвещавший наступление времен, когда люди будут размножаться посредством телепатических импульсов, желал освободить светового человека, взывая к нему как к двойнику. Тело, как одну из форм, он должен был разрушить. Но, поведуясь необходимости в столь несовершенном, но все-таки инструменте актера, подвергал его воздействию театральной алхимии, вживляя метафизику под кожу. Световой человек, двойник в жестоком театре, одновременно представляет собой созерцающего и созерцаемое, чистый свет, встретивший первозданную тьму, узнавший в ней себя и перешедший в светоносную ночь. Для именования актера другой режиссер, польский мастер Ежи Гротовский будет обозначение перформер. Это человек действия, бунтовщик, который должен покорить знания, и даже если он проклят окружающими, он все равно ощущает свою непохожесть. Он как аутсайдер. Гротовский приводил пример индуистских вратей, тех, кто идут покорять знания. Сейчас я еще прогнусь. Светакль Гротовского. Перформер Гротовского был воином, ищущим опасности. Более того, воином, который не может существовать, не подвергая свою жизнь риску. В момент принятия вызова различные пульсации человеческого тела сливаются в едином ритме. Ритуал – это момент напряжения, пишет Гротовский. С провоцированного напряжения жизнь становится ритмичной. Перформер способен облечь импульсы своего тела в звуке. Жизнь свидетелей ритуала становится более напряженной. Они говорят, что чувствуют что-то присутствие. Так перформер выстраивает мост между свидетелем чем-то еще. В этом смысле перформер – это понтипик, делатель мостов. Вновь мы имеем дело с Диурном. Гротовский много экспериментировал с пространством. На вопрос о том, что такое театр, он ответил – «В театре не нужны излишеств, костюмов, декораций, музыкального сопровождения, световых эффектов. Пусть театр будет бедным». Гротовский непрестанно выходил за все мыслимые границы. Уничтожить кулисы, уничтожить все, что призвано разделить театральное пространство на зоны и секторы. Все, что препятствует слиянию актера и зрителя. От концепции бедного театра Гротовский переходит к идее полного освобождения. Его театральные эксперименты продолжаются уже на берегах рек, в лесах, под открытым небом. Режиссер приходит к убеждению, что зритель, как участник, действовал более не нужен. Если Артон настаивал на зрительском участии, то Гротовский не видел в нем никакой необходимости. Функцию режиссера Гротовский определял своеобразно. Он обращался к даосской философии, говорил о сути колеса, которая есть точка пустоты, вокруг которой вращается колесо. Это самой точкой был для Гротовского режиссера. В спектакле этого человека бросали вызов. Жизнь должна оставаться опасной. Как только из нее изгоняется опасность, жизнь становится умиранием, чья длительность более не важна. Такие качества, как горение и текучесть, то есть качество, присущее двум стихиям, огню и воде, перед лицом настоящей опасности переходит к королевому обновлению. Перед лицом подлинного риска жизнь обнажается до костей мысли, и огонь начинает течь, в то время как вода возгорается. Опасность есть то, что предотвращает распад. Гротовский говорил, что когда мы стремимся непосредственно воплощать великие ценности, мы вступаем на грань помешательства, мы безумие. Во время спектакля Каин по Байрону в пространстве появились не Бог и Люцифер, а иные, никем не ожидаемые герои. Альфа, как воплощение стихийных сил, природы и Омега, как воплощение разума. Гротовский добивался выхода за пределы манихейских представлений о добре и зле. Он показывал всеобщность, целостность, в коеме были Альфа и Омега, первый и последний. Здесь мы имеем дело с драматическим ноктюрном. Каин был провокационным спектаклем. Взять хотя бы декорации, выполненные в стиле Босха, алтарь-триптих, причудливый фон, актеры, кричащие бароновские строки, глядя в глаза зрителям. Не менее провокационным был спектакль «Кордеан», во время которого зрители располагались на двухъярусных, больших койках и становились пациентами в театрической клинике. «Мы не стремились к воскрешению религиозного театра», рассказывает Ежи Гротовский. «Наш опыт был скорее опытом мирского ритуала. Во всех этих поисках мы избегали одного – возможности сотворения оглупляющего церемониала. В истории нашего коллектива были представления гротескные, нелишенные своеобразного юмора, но мы не играли в спектакль, вызывающий дешевую эйфорию. Дай Бог, чтобы все поддерживались таких правил». «Театр начинается только с того момента, когда действительно начинает происходить что-то невозможное», был убежден Антонин Артон. «Подобно тому, как социология глубин Жильвера Дюрана предлагает трактовать «Логос» через мифос, театральная концепция Антонина Артон трактует антологические процессы через театр». «Жестокий театр представляет собой не что иное, как и мажене». Какие спектакли ставились на его сцене, какие темы становились метафизическими доминантами? Артон писал о своем стремлении концентрировать действия спектакля вокруг выдающихся личностей, жестоких преступлений, сверхчеловеческой жертвенности. Любое действие предполагало достижение какой-то предельной точки, где пароксизм не только желательный, но, пожалуй, необходим. «Театр» трактуется как физическая страна человеческого духа, движение по этому пути, познание смыслотворения. Так Максимов делает важное замечание. Мы должны воспринимать театр как сакральное пространство, театр – наш антологический двойник, который открывает путь к личному духовному пожатому. В тех кошмарных условиях, в которых мы имеем несчастье находиться, можно прийти к убеждению, что в эпоху постмодерна мистерия вот-вот утонет в потоке беспощадной леты, и современный зритель лишится какой-либо возможности соприкоснуться с подлинным мистериальным действом и воочию убедиться, что традиции по-прежнему жива и выживы ее хранители. Но если вы попадете в Тибет и вам посчастливится стать участником семидневного представления самой древней мистерией Чам, ей более 10 тысяч лет, то вы поверите в то, что пульс вселенной все еще бьется, и у нас есть возможность его услышать. Для этого нужно обратиться к эстетике Восточного театра, на которую ориентировались веки режиссеры Антони Нарто, Ежи Гротовский, Питер Брук, Мейерхольд, и продолжают это делать и у Женио Барба, открывшие для себя традиционный индийский театр Катакали, Тадаши Судзуки, имеющий уникальную методику, Бартабас, руководитель конного театра Зингар и многие другие. Наш цивилизованный мир терпит поражение не потому, что перестал создавать новое, его немощь проявляется прежде всего в том, что он больше не способен продолжать. При всей бескомпромиссности Шпенглер не отрицал за человеком возможности распространения. Речь не идет о мемесисе подражания в искусстве, я говорю о способности продолжения, будь то грандиозной идее Антонио Нарто или бумажной архитектуры Пиранези. Для того, чтобы назвать себя наследником, достаточно иметь смелость и наглость, но чтобы по-настоящему стать, необходимо обнаружить, во-первых, пангениальность, а во-вторых, взять на себя ответственность, которой готов далеко не каждый. На лицо кризис культуры и Антонио Нарто усмотрел его причину в разрыве мысли и действия. А для жестокого режиссера они были тождественными. За последние века европейцы потеряли многое, но хуже всего то, что им удалось потерять главное – истина бытия. Нарто хорошо это чувствовал, и его поездка в Мексику не имела никакой иной цели, кроме поиска этой утраченной нами истины. В Мексике он получает посвящение от жильцов «Солнце», о чем подробно рассказывает в своей книге Тараумара. Там он переживает ритуал умерщвления, принятый у жильцов Сигури. Во время последнего происходило раскрытие сознания с помощью разделяющего и возрождающего удара мечом, который наносил индийский вождь. Суи имя Сигури не произносилось. Объяснить Сигури посредством слов едва ли возможно. Это Адам Рухани и одновременно то бессмертное я каждого из нас, которое должно пробудиться. Сигури – это человек-отец, создатель всего. И вместе с тем это напиток, сравнимый с божественной сомой. Выражение «Сигури войдет в них», употребляемое жрецами, означало пробуждение памяти о творении, происходящее во время ритуала Сигури. Когда жрец начинает свой танец и принимает пьетель, Арто также довелось его принять. Пьетель возвращает я к его истокам. В Мексике Арто удостаивается чести присутствовать при ритуале вождей «Атлантида», описанном Платоном в Критии. Вырезается в память фраза, которую автор книги Тараумара поместил в хитросплетении строк, как некий галлюциногенный ключ. Сигури был человеком, человеком, который в космосе сотворил самого себя из себя самого, когда Бог его убил. Тот, кто пришел после Бога. Перформер, антропологический троек. Но чтобы не произносить имя Сигури в Суе, я избегну добавления слова «актер». Мы можем рассмотреть кризис театра на примере исторического развития театра в Японии. Отношения человека и пространства никогда не были простыми. Одними пространство воспринимается как добыча, должны быть завоеваны. Другие находятся в нем как элементы, настолько чуждые каждому уместилищу, что норовят выбросить себя за его пределы. Пространство может вызывать страх, и для того, чтобы испытывать постоянное головокружение, необязательно становиться канадоходцем. В пространстве можно находиться и теряться, сжать и сеять, блуждать без цели и совершать каждый шаг, будучи уверенным в том, что он единственно верный. Пространство в такой же степени банка с пауками или камера смертника, в какой жилище божества. Поэт Иосиф Александрович Бродский считал пространство ближайшим родственником небытия, ведь по сути свое оно пусто, и в этом смысле пространство есть обитель всего приходящего. Пространство, в котором действует актер, как антропологический троект, это пространство самого театра. В средние века его называли дза, в буквальном переводе означает цех, но термин дза имеет и эзотерическое значение. Он также применялся по отношению к чистому сакральному месту, месту, где живет божество. Аналогичным образом слово до, храм или зал, означает как здание театра, но так и постройки на территории буддийских храмов. Словом сайдай называли сцену, в переводе оно означает священные подмостки. Ужасно, в 20 веке его заменили словом бутай и сцена превратилась в подиум для танцев. В давние времена за плохую игру актеры могли подвергнуть жестокому наказанию. Известны случаи принудительного совершения хракири и ссылок на заброшенные острова. Безусловно, такие меры привели к улучшению исполнительной техники актеров, ибо никому не хотелось казаться повинным в испорченном представлении. К сожалению, в нынешние времена дурная игра более не считается моветоном, и в актерской игре хватает своих посредственностей. Ни для кого не секрет, что театр возник из-за ритуала, а при тече актера был никто иной, как шаман. Но каким именно был тот ритуал, точно сведений не сохранилось, а значит, нам остается строить гипотезы. По распространенному мнению, ритуал имел отношение к поклонению ками, божествам, целью которого было снискать их расположение. Первые камни Мацури к поклонению богам включали в себя встречу, развлечения, угощения и, наконец, проводы камни. Автор истории японского театра Анарина пишет, что тройственная структура передавала представление древних анниплированной цепи, циркуляции оскверненности Кэ и очищения Хары, как закона жизни. Оскверненность повседневностью вызывала необходимость очищения, выхода к духу обращения и возвращения с новыми силами в повседневность. Жизнь, как круговорот Кэ, Хара, Кэ. Ками Мацури были одной из форм первых ритуалов Кагура, который возник в период Яйой, Бронзово-Железный век. Как и следовало ожидать, энигматического и сакрального духа и все последующие изменения приводили лишь к тому, что профанный мир безнаказанно вторгался в область божественного. В 17 веке Кагура обретает развлекательный элемент, но даже невзирая на это традиционный театр продолжает жить в синтаристских святилищах. Современная форма Кагура сохранила древнюю трехчастную структуру ритуала игры. По-прежнему он начинается с подготовки очищения сакрального места, предназначенного для божества. Также божество требуется увеселить и в заключительной части ритуала проходят его проводы. Начиная с периода Хэй-Ан 794-1192 года стала развиваться народная игровая культура. Уже представления Саругаку явились первым популярным увеселительным зрелищем и место божества теперь занимает человек. Теперь не шаман в состоянии богоохваченности появляется во внеземном пространстве, а актер, увеселяющий зрителя, а не справляющий ритуал. И на лице его не магический предмет, которым считалась маска, как обитель божества, а попросту личина. Возникает разделение на актера и зрителя, но кроме того, актеры стали нередко получать приглашение выступать в храмах, в храмах для увеселения и развлечения прихожан после службы. Буддийские монастыри уже вскоре имели свой актерский штат. Ежи Гротовский был абсолютно прав, когда называл спектакль выразившимся ритуалом. Возвращаясь к первому Хаме Мацули следует отметить, что участники ритуала были преисполнены потустороннего страха перед небытием, самым древним чувством, которое присуще человеку. Человек единственный, кто способен осознать свою смертность. Значительную роль в ритуале играла маска, которая считалась магическим предметом. Надевая ее, шаман достигал сверхличностного состояния и покидал профанный мир. Почтительное отношение к маске не изменялось в течение веков. По легенде, первые маски создавались богами и до 17 века их вылезали монахи, актеры и скульпторы, давая маскам магические имена. Наконец, хотел бы сказать, что нам нужен театр, опасный, как пропасть, в которую заглядывал Артур Рэмбо и над которой продолжает кружить тень пророка Уильяма Блейка. Театр, где нарушены границы между я и ты, где уничтожать одинаково отрадно, как и быть уничтоженным. Вот театр, появление которого ждут изгнанные со священных Театра Ляда 21 века это рождение новой музы. Какой она придет в этот мир, смеющейся, в окружении фавнов или загадочной молчаливой, как Гарпократ, неизвестно. Определенно лишь одно. Эта муза не возвестит о своем рождении и плачет. На этом все.